Это может быть человеческий фактор, когда вы просто забыли сделать бэкап или забыли оплатить домен для вашего сайта. Это тоже угроза безопасности. Кто не забывал оплатить домен на своем сайте? Вы сами, такая же угроза безопасности своей информации, как и кто-либо другой. Нужно понимать, что у нас здесь угроз много. Ну и в целом мы пришли к тому, что для России можно четко выделить два типа угроз. У нас здесь кто-нибудь есть из правозащитной организации. Собственно, для правозащитных, в том числе таких острых, потому что есть различные степени протестности или острости, остроты организации. Для них было характерно то, что у них практически присутствуют все риски, практически все виды угроз. Потому что просто мы видим это. Я не знаю, здесь были недавно политические активисты, оппозиция. У Натальи Гелевиной, помимо того, что ей сняли передачу, то и ей еще взломали ее всю электронную почту и выложили в архив. Вторая угроза, которая, наверное, все, я так понимаю, либо в сервисах, либо в благотворительных организациях работает. Соответственно, это немножко другая модель. Или там маловероятно то, что вас кто-то будет взламывать какой-то по политическим мотивам. Но, скорее всего, вы можете случайно потерять информацию. Или вы можете совершить оплошность. Или у вас может кто-то кошелек увезти, на который вы деньги собираете. Это все вполне реальная вещь. Ну и вопрос, что мы защищаем на самом деле? Ну и несанкционирован доступ к информации. Это и уничтожение информации, и скачивание, и использование, и взятие в заложники информации. Это потеря информации с созданием условий простого несанкционированного доступа. Это когда, например, кто-то говорит, ну я типа сам не взломал, но вот здесь вот кто-то просто на хатерском форуме, например, 16-летний ребенок выкладывает. Вот, смотрите, нашел сайт, вот сайт ресурсного фонда. Вот, например, он работает на старой версии, его можно взломать, я сам не хочу, но вы можете. Вот, давайте, ребята, сделаем это. Вот, и он берет. Или, например, проходит на сайт теплицы и говорит, вот, на сайте теплицы вот обнаружена такая уязвимость, давайте поприкалываемся. Окей? Вот, и это вот как раз такой случай. И что вам нужно задать? Нужно задать себе ряд вопросов. Какова стоимость контролируемой информации для вас? Понятное дело, что на ней речь не идет о рыночной стоимости, вот, но, собственно, она в целом, опять же, если это данные о благополучателях, которые у вас в экселевской табличке, которые у вас приклиплены к файлу, а файлу вас ввели, а там их, например, номера карточек, например, просто вы сделали экспорт какой-нибудь. Вот. Это уже серьезно, да, это в том числе, если об этом кто-то узнает, это в том числе предмет для каких-нибудь, в том числе, там, какой-нибудь процессуальной деятельности по, в том числе, закону о персональных данных. Вот. Каковы были ресурсы для того, чтобы получить информацию, вот, ту, которую вы можете потерять? Вот у вас есть какая-нибудь информация, которую вы в течение всей жизни вашей организации добывали, и это, наверное, обидный момент в жизни, вот. Ресурсы, которые необходимо будет затратить в случае ее уничтожения, да, подумайте, во-первых, что вы 15 лет собирали эту базу данных, и, наверное, еще 5 лет вам придется, ну, может быть, год, да, да, но все равно год это год, это год потраченной жизни, который вы могли потратить на создание, например, второй базы данных. Вот. А так вам придется ее просто драма, да, это, к слову, о ценности той информации, которая у вас может храниться. Ресурсы необходимы для нейтрализации последствий утечки вашей информации в чужие руки, да, предположим, ею завладели, то есть не только вы ее потеряли, не только она стерлась, а ей, например, завладели ваши конкуренты. Какая-нибудь там ассоциация, которая вообще, ООО «Милосердие», например, вот, которые, знаете, да, все сейчас шутят, вот, которые по улицам ходят, это какое-то ООО, вот, а они вот какие-то злыбни из другого города, которые вообще там ни на кого же, ни на кого совсем нет, они получили доступ к вашим данным, и сейчас все звонят, типа, вот, нужно деньги на операцию за 100 тысяч рублей сейчас. Вот, и все такие, ну, типа, и мы звоним там, типа, вот, от Надежды, вот, и они все такие, ну, чем-то надо, вот, а потом вы скажете, я типа ничего не знала, вот, а все говорят, а как же вы такие данные могли держать открыто, да, например, вот. Это, это тоже достаточно грустная ситуация. О, а это, что, собственно, это может быть, да, сайт, что может быть в порядке с сайтом? Дидос-атака, кто-нибудь из вас сталкивался с дидос-атакой? О, отлично, два человека. Ну, вот, ставят ли вас не на своем сайте, а вот на сетевом НКО ПО. Ага. Ну, вот, тоже есть хакеры, которые просто на этом зарабатывают, они видят, что вы крупная какая-то организация, они скажут, о, давайте вот у вас сейчас поставим антидос, и вы должны будете нам заводить 7000 рублей. Казалось бы, ну, что там 7000 рублей, вот, потому что, когда вы, ваш сайт не работает для всех остальных, это, типа, стоит вам 20000 рублей, вам 7000 просто проще отдать. Вот. Это если вы не продумали свою цифровую безопасность. У кого-нибудь сайт уводили или социалочки? Ну, ладно, в социалках потом поговорим. У вас сайт или домен, например? У коллег уводили. У коллег уводили? Да. Из Нижнего. А какой? Ну, вот, ассоциаты служения, у них, то есть, полностью угнали сайт с адресом со всем, и пришлось потом создавать новые, с другими именами, да, и всем объяснять, там, код, что это не наш сайт, а наш, вот это. Классическая история. А у кого-нибудь была еще такая ситуация, когда вам делал сайт какой-то провайдер, или, там, какая-то студия, вот, бесплатно, и они были такими котиками поначалу, а потом они такие говорят, типа, ну, а че, давайте платите нам теперь, вот. А вы такие, ну, мы же НКО, они говорят, нет, платите, и отключают вам доступ. Вот такой шантаж. Нет? Мы угрозы были там. Были? Да. Да? Вот. Вот. Ну, и каково-то? Наверное, не очень ли вам? Нет. Вот. Вот. Ну, это вот, и мы сейчас как раз, собственно, пасеку как раз сделали. Вот такие, вы знаете, что такие иногда ситуации происходят, что вот у нас пасеку, это сейчас как раз проходит, может попасть только в та организация, которая никогда не занималась чем-то подобным, и никогда не шантажировала НКО, которым она делала сайты. Вот. Вот это могут быть просто технические проблемы. Да? Вы что-то не продумали, и что-то у вас сайт падает. Каждые, например, каждые выходные. Да? Потому что вот я знаю такую организацию, в которой, например, сайт работал от понедельника до пятницы. Вот. И все думали, ну почему же он не работает? Это потому что сервер был просто включён. Включён и его просто на выходные отключали. Вот. Поэтому на выходных, ну-ка, ну чё сайт работал? И он просто ну не работал, да. Вот. А это, наверное… Это ещё самая такая… Её можно вычислить, почему это так происходит, потому что это повторяющийся процесс. Да, у вас могут быть угнать группу или аккаунт соцсетя. Кого-нибудь это… Вы угоняли что-нибудь? Вот. У нас сейчас у Глеба Суворова, нашего руководителя, буквально ситуация из двух недель назад. Пришло якобы письмо из службы поддержки ВКонтакте. Говорят, вот пройдите, пожалуйста, по этой ссылке, разберитесь, что не так. И он чуть не зашёл. Он потом долго об этом писал всем. Вот. Это оказался просто поддельный сайт ВКонтакте. Вы вводите логин и пароль. Он просто забирает у вас ваш логин и пароль. И всё. И вот, можно сказать, до свидания группе на 3000 человек, на 5000 человек. Отлично. Но он не прошёл этот сайт? Нет, он не прошёл. Глеб умный. Вот. Глеб всё-таки сам специалист. Или, да, там никто не… скажем так, не… как же так сказать… Да. Все могут стать жертвой взломов. Вот. Да. То есть, это реально было? Да. Это реально, это реально. Это продействовало, я не знаю, там, несколько минут, наверное. Вот. Вот. Это была реальная история. Как раз оттуда, из этих вот точек краткого времени подделок, что с президентом лучше как бы там не играть. Вот. И точно лучше не играть. Вот. Но, в общем, взяли, взломали твиттер и… И… А нашли потом? Ну, не знаю. Кто что? Не знаю. Это… Какая-то такая история, что лучше не знать. Не знаю, что я не слушал. Вот. Вот. Но это точно… Эти люди уже никогда не найдут. Теперь уже найти его. Вот. Это, в том числе, почта и другие облачные сервисы. Почту взламывали кому-то? Вот. Вот. А… Да? Угу. А еще, например, ситуация бывает, когда это… Вы работаете, работаете, уходите, например, отходите, а ваши коллеги пишут какие-нибудь гадости от вашего лица. Ну, и не один на гадости. Прекрасные люди. Да. Ну, или, например, говорят, что вы выходите замуж или вы собираетесь жениться. Вот. По почте и так далее. Оф! Оф! Я знаю еще какая-то клевая вещь. У нас молодёры так делали с своим руководителем. С этим аккаунтом ВКонтакте и друг друга письма написали. Отлично. А вот еще кто-нибудь видел такую вещь, что, например, в Фейсбуке и ВКонтакте появляется какое-то такое сообщение, что вас отметили в записи. И там ссылка на какое-то странное видео. А, да, да. Такой вирус. Да. Это тоже классика вот этой же штуки. Устройства. Здесь на айфонах чуть-чуть получше. На них тоже есть вирусы. Например, 66% всех вирусов на мобильных телефонах находятся на андроидах. У кого андроиды? Там, в общем, будет в зоне риска. Там есть много разных. Вот. Это изъятие устройства-носителей. Кто знает эту очень важную женщину из Петербурга? Да. Ну, Олег, вы, наверное, уже увидели этот пример. Это Анна Аркадьевна Шалагадская. Да. Ее на границе задержали по надуманному этому. Но там была интересная история. У нее взяли ее айпад. И когда ее вернули, об айпаде есть такая фишка, что когда вы неправильно набираете код какой-то, не какой-то обходной код, то вас отбрасывают во времени еще на несколько минут. И когда вы несколько раз набираете этот код неправильно, то это время следующей попытки возрастает экспоненциально. Вот. Когда ей вернули ее айпад после где-то полугода, да, его держали, вот, то следующая возможность попытки залогиниться было, кажется, через 10 лет. Так и смогли войти? Ну, это была реальная история. То есть, возможно, они, типа, смогли зайти, а потом изменили это на то, что действительно попробовали. Но, в принципе, мне кажется, это вполне реальная история. Ну, или просто сделала hard reset. Вот. Но, по крайней мере, было видно, что если у вас стоит, у всех стоит пароль на айпад и на телефон, и на компьютер. Да. Вот здесь. Вот. Это тоже здесь история из премии, из серии премии Даргана. Вот. Человек, это просто обычно, да, мы не говорим о правозащитнике высокого ранга, да, мы говорим просто о каком-то человеке, который взял, украл айпад, сделал себе селфи и на этом попалился, его, в общем, взяли, арестовали. Очень серьезная вещь. Кто использует из вас двойную аутентификацию, двухфакторную аутентификацию? Кто использует ее через сим-карту? Вот это вот сейчас в России особенно является очень серьезной проблемой. То, что делаются дублированные сим-карты, это сделать, к сожалению, очень просто. То есть можно, не зная точный механизм, но мы знаем, что делают либо за взятку просто оператору именно сотовой связи, но просто оператор сотовой связи выпускает аналогичную сотовую карту, дублирующую вашу сим-карту. И когда вы, например, восстанавливаете свой пароль, вот, то, или человек хочет, соответственно, получить доступ, то он получает пароль к себе на сим-карту, и таким образом это становится неслажным. Там же можно паспорт привлечь, чтобы человек сам лично пришел. Это можно, но мы вот видим, что есть как раз уже было два случая, когда сим-карточку подделывали, и атака была именно через сим-карточку и через коррупцию, ну, коррупцию как бы такого низкого ранга, и даже не государственную, а просто вот корпорацию взяли, выпустили, да, и все. Ну а люди, например, даже банковские карты привязывают? Что тогда делать? Ну, мы считаем и советуем, что там есть возможность использовать второй фактор не через сим-карту, а есть либо генерированные коды, либо те коды, которые вы можете распечатать, вот, либо это сделать, например, на втором устройстве. То есть второй фактор — это не всегда сим-карта, это в том числе какой-то просто другой носитель, который точно принадлежит вам. И это есть во всех, и это есть и в Гугле, и в Фейсбуке. То есть во Вконтакте второй фактор сейчас пока только сим-карта, к сожалению. Кошельки в платежных системах. Я вот слышал, да, от Олега Канкса историю, что у кого-то пытались увезти или уводили. Нам рассказывали тоже на метапе по цифровой безопасности, что кошелек тоже был привязан к сим-карте. Ну да, собственно, кошельки, да, хищение средств. И это особенно вот может ударить по благотворительной организации, да, когда вдруг, потому что вы обязаны же, ну, все обязаны предъявлять свои отчеты, в некоторых случаях скриншоты из платежных систем, когда у вас вдруг появляется, что вот у вас со счета начинают уводить очень серьезные деньги, кто это уводит? Может, это вы уводите, да? В благотворительности можно потерять, ну, в принципе, как и везде, репутацию только один раз. База данных, да, вот база данных, опять же, когда мы говорим о каких-то интересных висях, вот у некоммерческой организации много есть примеров, когда собирается база данных. База данных, это в коммерческих организациях, пожалуйста, все канадское досье, вот взял, кто-то слил данные, отдал журналистам, вот ищи, свищи. Ну, как бы для нас, как для общества, панамские досье это хорошо, потому что немножко осветило то, что происходит у офшора, вот, но, наверное, для той организации это можно назвать страфическим. Чужие данные. Когда вы, например, являетесь ократором каких-то важных, серьезных данных, да, например, вы оформляете договора и просите каких-нибудь активистов, я не знаю, там, людей, многодетных, мам, прислать вам, например, паспортные данные. Ну, или вам нет карты, чтобы перечислять деньги. Да, вот, такие вещи. И у вас их кто-то берет и использует для себя. А какой самый простой способ, вот, это же сейчас, ну, закон о персональных данных, там же очень сложная система и программа, которая защищает данные, например, на компьютере, и некоммерческим организациям просто не под силу покупать эти программы, все это соблюдать. Какой самый простой способ? Вот здесь идет работа сейчас, в том числе инфодонор, который рассказывает об этом. Вот Симан Кек появился сейчас в наборе у инфодонора. И мы знаем, что TechSoup, да, ну, и инфодонор в целом, организация, которая занимается как раз работой с корпорациями, чтобы они предоставляли бесплатное программное обеспечение или условно бесплатное, чтобы они все больше и больше вот именно компаний по безопасности делали это со скидкой. А во-вторых, во-вторых, мы считаем, что вы, как некоммерческая организация, должны закладывать это в те гранты, которые вы делаете. То есть если у вас идет один координатор на программу, то вы в том числе должны закладывать в смету не только компьютер, не только офис, не только его обслуживание административное, юридическое, но и в том числе вы должны закладывать по безопасности. То есть у вас забота о вашей стратегии безопасности вашей НКО должна быть, и это в том числе для благодарительных организаций, которые, например, 20% используют на админресурс. Вы в том числе уже вот в эти расходы закладываете не просто, что нам нужно будет там то, сё, пятое, десятое, в том числе нужна будет защита. И это, я считаю, просто очень важно уже на таком уровне дизайна своих собственных проектов это заложить. А вот в теплице есть какая-то старчерс, вот на том, какие ресурсы у кого-то было для... У нас есть список, я чуть больше позже об этом скажу. У нас есть список, собственно, скринкастов, видеоуроков, вот как раз которые Алексей заснял, как раз по поводу того, какие вещи, что нужно делать в некоммерческих организациях. Ну и плюс весь тег по безопасности, то есть курируемый тег по безопасности, это всё относится вот к этой истории. Во-вторых, кроме цифровых утечек у нас никто, как бы, да, есть старая школа, это физические утечки. Да, это есть просто подслушивание, встраивание в ваш Wi-Fi, но это уже сразу можно сказать, что это высокий уровень угроз, и здесь просто 15-летние хакеры, наверное, не будут этого делать. Мини-АТС, какие-то подсадные товарищи, или девушки, или мужчины. Да. Хочешь довольно быстро. И современные уровни техники черных. Ну, иногда это как бы... Собственно, сейчас, когда была вот эта вот ситуация с взломом вот этого человека, который в Калифорнии расстрелял 20 человек, кажется, то компания McAfee сказала, что вот мы взломаем этот код, дайте нам просто время. И их точка зрения была такая, что мы это вообще не сделаем никак с помощью технологий, потому что большая часть всех взломов серьезных происходит на уровне социальной инженерии. Ну и в итоге что делать? Здесь несколько правил. Да, во-первых, используйте правильные пароли. И самое лучшее, с паролями то, что вы можете сделать, использовать менеджер паролей. Это очень важно, потому что здесь есть в целом много теорий. Можно у Касперского, опять же, проверить в целом математическую сложность пароля, но это будет только математическая сложность. Она не будет, скажем так... Она предназначена только, если кто-то атакует ваш пароль с точки... И с помощью так называемой broad-source атаки просто подбор каждой комбинации слов и символов. Если кто-то делает так называемую атаку со словарем, то, скорее всего, это берется просто десять тысяч наиболее популярных паролей, или те вещи, которые вы, например, склонны указать в пароле, то это, в общем, или... Ну, это, в общем, сложный вопрос. Но, так или иначе, мы считаем, что вот вещи типа LastPass, связки ключей в вашем Apple, это, в общем, хорошая вещь, которая лучше... И, в целом, чем длиннее пароль, а еще лучше Passphrase, да, то есть это вот, как это, 20 символов, содержащие символы, большие буквы, это все очень хорошо. Обновляйте операционную систему, вот, лицензионная и обновленная операционная система. Вот у меня, по-моему, на одном компьютере я обновилась на десятке, да, а в каком же, у меня сеньорка, вот какая соцсетия более безопасная? Десятка. Десятка безопасных? Конечно, десятка. Чем более... Потому что я где-то считала, что, наоборот, десятки больше, как угроз. Нет. В целом, чем более современная система, тем больше... Это лучше ведь где-то десятка. Да. Здесь переходите на самое новое, то, что у вас есть. Возможно, есть такая вещь, как опасность нулевого дня, поэтому я советую переходить на новые системы, опять же, если нет каких-то обновлений, где-то через две недели, потому что... А все понимают, что такая опасность нулевого дня? Нет. Может, пару слов скажешь? Да. У меня просто времени совсем... Окей. Вот. У меня есть еще много. Во-вторых, антивирус. Обязательно ставьте антивирус. Либо используйте Linux. Вот. Вообще, Linux — это самый, наверное, безопасный вариант, который вам может только подойти, но не все используют Linux, особенно среди НКО. Не вставляйте чужих флешек в ваши компьютеры. Я знаю, что очень сложно иногда обойтись без этого, но всегда, когда у вас есть возможность, просите отправить по почте. Воспринимайте флешку как что-то инородное, изначально с значительным риском заражения. В общем, выработайте иммунитет по поводу вставки флешек в ваш компьютер. Да? Старайтесь. Чем меньше вещей вы вставляете в свой компьютер, тем лучше. Вот. Фишинговые письма. Кто когда-нибудь сталкивался со странными письмами, которые выглядят как служебные письма, но предлагают вам куда-то пройти? Да? Часто? Да, бывает. Вот. Они выглядят иногда очень хорошо. Всегда обращайте вот на эту верхнюю часть, да, что здесь на самом деле не Google, а sml.google.com. Вот. И всегда советую, здесь их полно вариантов. Если вы в чем-то не уверены, в каком-то приложении, проверяйте их на сайте. Его как раз Google недавно купил. VirusTotal. Он собирает данные на тему наличия вирусов или фишинга с 63 антивирусных систем. Бэкапы. Если вы не создавали бэкапы, начните их создавать. Acronis Screen Image, наши коллеги считают, что он стоит в рецензионной версии 2000 рублей. Есть условно-бесплатная версия. Соответственно, у нас есть скринкаст по поводу того, как создавать. Бэкап не только ваш собственный, но и для вашего сайта. Если у вас серьезный документ, используйте такую программу Veracree. У нас есть скринкаст, кажется, если они изменились. Если нет, нет еще, значит, будет. Он позволяет вам ваши самые серьезные данные, указать банковские детали, карточки, персональные данные. Полнодисковое шифрование. Сейчас практически на всех системах это встроенная система, но не отмеченная галочкой. Отметьте ее. Обязательно запланируйте, чтобы у вас было 5-6 часов для того, чтобы включить полнодисковое шифрование. Заведите себе PGP-шифрованную почту. У кого-нибудь ее еще нет. В общем, я советую ее завести. У нас есть точный скринкаст, как это сделать. Есть даже кроме приложения, вы просто устанавливаете mail below и создаете себе шифрованную почту. Везде включите двухфакторную аутентификацию, но при этом со вторым фактором не на сим-карту, а на внешней коде, потому что сим-карту, как мы уже узнали, можно взломать. Используйте мессенджеры с иконечным шифрованием. Кто знает, что это такое? Кто использует WhatsApp? Вы молодцы. Можете дальше использовать. В принципе, Telegram не использует оконеченное шифрование. Это то, что называется end-to-end encryption. Но начиная с апреля 2016 года WhatsApp использует шифрование, которое он взял от команды, которая использует мессенджер-сигналы. WhatsApp чуть-чуть менее безопасный. Вот самую малую долю. Сигнал самый безопасный мессенджер сейчас в мире. Он более безопасный, чем Telegram. Хотя вот эти вот secure chat в Telegram – это тоже вот такой высокий уровень. Самый низкий уровень – это какой-нибудь там SMS-ка или какая-нибудь… что там у нас еще? Skype. Viber. Да. Viber тоже очень по сравнению с WhatsApp по безопасности вообще очень низкий уровень. Мессенджеры социальных сетей? Ну, Facebook, он относительно… они сейчас под давлением конкуренции, Facebook мессенджер чуть-чуть стал задумываться об этом, и они, в общем, двигаются. iMessage для iPhone, он относительно хороший, но он далеко… у него нет еще. То есть фактически два мессенджера с полным вот таким самым вот этим типом шифрования, которые вы должны замечать – это WhatsApp и Signal. Вот. Используйте VPN, и здесь у меня, в общем, совсем не хватает времени. Tor для полной анонимности. Внедряйте политику безопасности в вашей организации. Просто, что вот… говорите… Вы можете начать с малого, что мы не используем Flash, например, вообще. Все файлы только по почте или через облачную охранительность. Вообще не используем. Или там, например, все паспортные данные передаем только в зашифрованном виде. Вот. Для сайтов используйте сервисы вроде Cloudflare, которые позволяют вам уйти от видос-атак. Проводите аудит безопасности, особенно, если вы крупная организация. Смотрите наши видео о безопасности в сети. Вот. В целом, читайте. Теперь. На этом мой мастер-класс достаточно краткий, поставлявшим теме, закончен. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ